Я расскажу, как я потратил 24 часа на постройку двух зданий, продление метрополитена, увеличение и уменьшение пустого пространства в городе и о публикации карты. Итак, скорее всего вы знаете о том, что Майнск находится в союзе федеративных республик. Это моя страна, кто не знает. Возможно, вы об этой стране слышали у Ниалекса. Еще, если вы думаете, что сам парламент стоит в Ниалексбурге, это не так. Парламент СФР находится в Манинске. А об этом прямо сейчас. Парламент – это довольно важное здание, где принимаются законы и принимаются решения. Влияние на жизнь горожан или изменение границ государства. К примеру, недавно в наш союз присоединился город Иллинск, на который были намеки еще с третьей серии города. Но продолжим про само здание. Парламент состоит из двух корпусов, делящих здание на две части. Первая часть – это кабинеты и внутренний дворик. А второй – это сам зал заседания, где как раз принимаются все решения. Снаружи здание выполнено наподобие парламента в Евросоюзе в Брюсселе, где я был на экскурсии, после чего мне здание очень сильно понравилось. Данный парламент я довольно долго строил, так как был на грани выгорания, и в итоге, если собрать все часы, то получится около 24 часов. Напротив самого парламента, через дорогу, находятся Национальные банки Министерства финансов. В Национальном банке обрабатываются финансовые операции, выпускаются деньги и управляется экономика государства. Они отвечают за регулировку процентной ставки кредитов, и от них зависит запуск печатного станка для выплат долгов, что может привести к инфляции. Пока что мы не думали о самой экономике и не хотели писать сухие числа. Налогами банк не занимается, налогами занимается Министерство финансов. Министерство финансов занимается финансовыми вопросами в различных сферах деятельности государства, включая налоговую, бухгалтерскую, аудиторскую, пенсионную, таможенную и другие. Министерство и Национальные банки являются самостоятельными фракциями, где Национальный банк не подконтролен правительством, где Министерство наоборот. Почему они находятся в одном здании? Правительство решило сделать так, чтобы финансы государства контролировались в одном здании, что в итоге должно решать многие проблемы с коммуникацией между фракциями. Я вначале сказал про то, что у меня опять появляются в городе пустые места, которые, к сожалению, я не имею понятия, что я буду строить. Но пока в плане просто поставить новое здание парламента республики. Тут перестроены дороги, двухполосных дорог стало меньше. Да, спасибо тем, кто намекал на то, что у меня очень много двухполосных дорог. Также я убрал двухполосную дорогу и в Чапаевском районе, теперь там единственная двухполосная дорога находится в восточной его части, идущая параллельно к красной линии метро. Также мне предлагали построить троллейбус в городе, но пока реализация данного вида транспорта у меня в городе пока невозможна, так как я планирую достроить некоторые районы и тогда уже поговорим о данном виде транспорта. В конце концов, в Маринске был дефицит продуктовых магазинов, в реальности их на один район нормально может перепадать под 20 штук, но так как у меня районы это пара кварталов, то мне и четырех хватит, пока я расставил магазины в довольно логичных местах, а потом дойдет до магазинов в зданиях. Колкол правды – это национальная СМИ, которая работает над новостями в самом государстве, а также они выпускают свои выпуски у меня в Дискорде. Между этим, я решил попробовать построить диагональную улицу. С одной стороны, вроде что-то не сходится, типа дома стоят как-то неправильно, но спешу вас огорчить, я не просто ленивый, я нашел оправдание, почему можно так сделать. И это реальная практика в градостроительстве, только уже в реальности, и поэтому не бойтесь, и тоже можете строить такие кварталы. Ближе к центру улицы можно заметить диагональные магазины. Они сделаны в качестве исключения, чтобы не выглядело уж слишком по-майнкрафтовски. Хоть диагональные здания не особо хорошо выглядят в Майнкрафт, они смогут передать то, что здания могут стоять по-разному. И еще один ЖК, на 8 подъездов и 10 этажей, подземной наземной парковкой и детской площадкой, и это уже начало города вне окружной. Но скорее всего, я вряд ли в ближайшее время буду что-то там строить, но не исключаю того, что там может что-то строиться. Помните тут самое пустое место из девятой серии? Я начал его потихоньку застраивать. Первое, что там стоит с той серии, это элитный теннисный корт, где можно играть хоть зимой и в дождь. С куполом спасибо Нейву. Нелексбургский район – это место, где корт развивается и растет. Настраивание пустых мест может включать в себя строительство новых домов, парков, магазинов и другой инфраструктуры. В моем случае, это пару новых ЖК. Множество расставленных КПшек и здание И-700, которое я взял с сайта Майнсхем с профиля Ниалекса и переделал под свои стандарты. В этом районе я начал обустраивать ЖД и метропути. Тут недалеко появилась новая станция Розовой линии. Пока она никак не называется, но это я оставлю вам в комментариях. Пишите свои предложения. А пока двинемся в сторону Майского района. На мосту между Ниалексбургскими и Майскими районами появился метромост «Зеленые ветки метро», который для меня построил Ниалекс. Спасибо ему за это. Я бы так не смог. По крайней мере сейчас. На данный момент это единственный открытый участок действующего метро, не считая Розовую линию. Она не достроена. Раз уж заговорили о метро, я расскажу про новую станцию на зеленой линии метро. Это станция 23 августа. Она является односвотчатой мелкого заложения. Рядом пока ничего нету. Но это пока. Кстати о карте. Набиваем 100 лайков, и я знаю, будет довольно долго. Но по 8 серии вам это удалось. Спасибо за просмотр. Не забывайте о сайте MySchem, который занимается схематиками. А пока.